Искусство вытянанки появилось еще в Древнем Китае, и многим позже, как появилась бумага. Через несколько веков с распространением ее по всему миру данный вид творчества стал обретать популярность. Когда бумага стала общедоступной, люди начали придумывать всевозможные поделки в этой технике, и часто ими они украшали свои дома. Сегодня такому искусству обучаются юные школьники, надо сказать, с большим удовольствием. Подтверждением этому стало посещение нашей съемочной группой Детской школы изобразительных искусств города Бреста, где мы смогли понаблюдать за процессом создания работ из бумаги, а также посетили выставку творчества самих ребят. Разнообразие творческих идей и замыслов школьников поразили воображение. Курс такой интересный, он все-таки основан у нас на истории нашего народного творчества белорусского. Поэтому идеи в основном первоначально черпают они из истории Беларуси, а уже потом, изучив приемы нашей техники, они уже свои творческие работы создают. А темы берут разные. История Беларуси, конечно. То есть мы, тут идет и просветительный какой-то аспект, то есть мы все-таки должны своих детей, наш белорусский народ тоже имеет богатейшую культуру, конечно, детей нужно к этому привлекать, чтобы они изучали и интересовались, безусловно, этим. Работы, представленные на выставке, затрагивают разные темы. Каждая имеет свой смысл и эмоциональную окраску. Если картины, букет, урожай яблок, папороть, кветка, на которых изображены, дары природы вызывают приятные воспоминания об отдельных порах года, то картины дерева жизни летоптицы заставляют задуматься о вечных человеческих ценностях. Не обошлись стороной ребята и темы белорусских традиций и обрядов. Подтверждение этому – работы купала, коледа, масленица и пасха. На них можно увидеть белорусов в национальных костюмах, а также атрибуты каждого праздника. Мы делали вытянанку в виде образа птицы, которую мы делали около двух недель, может, трех. Ее очень тяжело вырезать, и было тяжело делать эту работу, но все мы старались, и получилось хорошо. Мне очень нравится жар птицы, и я ее изображала. Сложно? Нет. Ну, вот, как приходит это вдохновение, и вот сразу вот есть идея, остается только ее проработать, и все. Техника вытянанка непроста, а владеть ей может только терпеливый и усидчивый человек. Примером таких людей являются учащиеся Брестской детской школы изобразительных искусств. Они к своему делу подходят с особой серьезностью. Я уже пять лет хожу в художественную школу, но вытянанкой начали заниматься только в этом году, и мне нравится это. Очень кропотливая работа, но все мы справились. Вначале сложно, а потом уже, когда навык постигается, становится легче, и я думаю, что, в принципе, наверное, им уже не сложно. Все-таки в силу своего возраста у нас как бы занимаются дети, это примерно 14 лет, им дается эта техника. Занятия вытянанкой позволяют не только разработать моторику рук, а владеть такими инструментами, как ножницы и резак. Они помогают выработать весьма нужные качества, как усидчивость и терпение. Помимо всего прочего, они дают возможность с пользой и одновременно с удовольствием провести свой досуг. Именно поэтому ребята, выбравшие курсы по вырезанию из бумаги, с большим удовольствием приходят на свои уроки и планируют в дальнейшем заниматься любимым делом.